Макс Канавов Макс, очень приятно. Привет. Ну что, друзья, присаживайтесь на эту лавочку. Мы начинаем съемку фантастического блокбастера. Встречайте! Хорошо. Ну давайте. Ну что, Герман Викторович, можем начинать снимать наш шедевр. А почему наш шедевр называется «Звездные вопли»? Понимаете, «Звездные войны» название запатентованное, это очень дорого. А «Звездные вопли» вроде бы то же самое, но бесплатно. Ну давайте начнем уже съемку. Почему свет не ставят световики? Что такое? У нас по смете и световых приборов только солнце. Настолько все плохо, да? Ну хорошо, давайте вот с этой сцены начнем. Дарт Вейдер и Оби-Ван Кеноби летят на «Звездолете». Давай. Еще одна поправочка. Не Дарт Вейдер и Оби-Ван Кеноби, а Дарт Виктор и Оби ватные ноги. Так просто по правам дешевле. Ну я же рассказывал. Вы же в курсе, я еще за Эльбруса не рассчитался. Какого Эльбруса еще? Ну Эльбруса у Уиллиса. Хорошо, давайте вот этот ваш Дарт Виктор и Оби-Ван. Ватные ноги. Ноги вот эти летят на «Звездолете». Давайте уже. Еще один нюанс, понимаете. Ну мы пытаемся экономить, я вам говорил. Герои у нас не летят на «Звездолете», они просто едут на «Газели». Юлечка, «Газель», которую мы использовали в «Армянагеддоне», готова? Нет, у нас же бензина в смете нет. Герман Викторович, а может они просто пусть у нас стоят на остановке, а? Тем более натура подходящая. Да давайте, конечно, давайте. Фильм про космос снимать на остановке, да. Российский вариант такой, да, глубинка. Российский, как я понимаю. Где актеры у нас? Вот. Вот эти, да? Я так понимаю, актеры бесплатные, да? Лучше. Они даже сами заплатили. Так, а музыка к фильму, я говорил, должна быть какая-то. А вот, пожалуйста, Сергей, музыкант. Так, давайте. Это что, трек оригинальный? Это миллионы стоит. Есть что-нибудь русское? Антонов? Вы что, издеваетесь? Это еще дороже. В районе Кая Метова, Саша Ивазова, поищите. Он подберет. Так, вы у меня будете... Дарт Виктор, да. Вы зло. Прямо такая, концентрация зла. Мне нужен такой взгляд, прямо прожектор зла. Дай, да, прямо вот так вот, прямо вот, дай вот, прямо туда вот, в сторону. Хорошо, не так много можно, да. Как будто у вас скот мимо лотка покакал, понимаете, вы сейчас можете. Да, было? Еще бы сильнее. Ты был когда-нибудь на стороне темной силы вообще, нет? Конечно, был. Он в ЛДПР состоит. Да ты что, ну вот, ты все знаешь. Дай, дай еще вот мне, значит, зло. Хорошо, отлично. Так, сейчас с вами... Ну-ка, можешь все. А вы обе... Обе ватные ноги. Обе ватные ноги. Вы его учитель. Он вас предал. Мне нужен такой взгляд учительской укоризны такой. Такая укоризна учительская. Хорошо, вот, да. Нужно говорить, я порабощу весь мир, давай. Я порабощу весь мир. Так, музыка что у нас? Давай, 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 музыка. Что за эко-стайл такой, я не понял вообще. Это что, шутка что ли, Сережа? Музыка народная, бесплатная. О-о-о. А вы знаете, я вслушался и мне даже начинает нравиться. Во саду ли в огороде, а ли во вселенной. Хорошо, я понял вашу логику. Ваша тема. Хорошо, давайте, значит, так. Укоризну, взгляд полной злобы. Музычка такая пошла. Хорошо, и тут на заднем плане появляется... Появляется такая армия федерации. Так, армия федерации где у нас? Есть федерация шахмат. Да вы что, смеетесь? Это же дорого, это же расходы. Бензин, транспорт. Позвоните хотя бы в федерацию спортивной ходьбы. Они хоть придут сами. Алло, федерация спортивной ходьбы? Перезвоните. Сейчас все сделаю. А постановщик драк есть у нас? Ну, конечно. Ага, ну вот хоть один профессионал, честное слово. Можете нам помочь? Вот драку надо поставить нам. Что вы считаете? Кишочки. В смысле кишочки? Ну, кишочки. Пу, распарывает животик, берет кишочку, бежит с ней. И падает. Вы что, больной, что ли? Да-да, больной, вот справка. Не надо никаких кишок, нам просто драка нужна, и все. Нет, ну если мы снимаем Ярала, что? Конечно, не надо. Все, я ухожу тогда. Мне с вами не по пути, понимаете? Я на НТВ, там нормалек. Ладно, давайте сами поставим эту драку. Сейчас, что там у нас? Значит, у нас вы отрубаете ему руку мечом. Значит, ага. А можно, секундочку? Я так понимаю, у нас какие-то там расходы должны быть еще дополнительные, там компьютерная графика, там кетчуп, ну как... Да нет, Георгий Владимирович, у нас экономия бюджета, поэтому Дарт Виктор просто отрубает обе в одной ноги руку. Ага, настоящая? Ну хорошо, значит, так. Давайте вот как сделаем. Вам дадут меч. Так. И мы отрубите ему руку. Без проблем. Только повнимательнее, пожалуйста, у нас один дубль, поэтому... А, ну почему? У нас два дубля, у нас два дубля, да. И потом, в общем, два дубля снимем. Так, хорошо, давайте мечи, 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 мечи. Я просил мечи, в смысле сабли, вот через... Ладно, давай, держи. По команде лупсуйте друг друга, чтобы кровище летело, я не знаю, что хотите делать. Так, давай, я порабочу весь мир, пожалуйста. Я порабочу весь мир. Отлично, хорошо, музыка, 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 музыка. Хорошо, и все, давай, начали, Драха, давай. Мотай, да быстрее бей ты его, что-то я не знаю. Лупи, что вы тут, я не знаю. Дай попашки ему. Дай ему попашки. Попашки ему, дай, сильнее этих уродов, блин. Это что за актеры-то такие? Вот, отлично, армия федерация, давай. Давай, хорошо. Лупи его. Так, стоп, 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 стоп. Так, стоп, стоп. Герман Викторович, солнце село. Ты куда еще? Так, господа, завтра съемка в восемь. Просьба не опаздывать, потому что завтра еще и банкет по поводу окончания съемок. Пожалуйста, согласуйте, смету на банкет. О-хо-хо-хо-хо, однако сумочка, да, такая, да. А что, избиение официантов зачем включили сразу? А вот заказал музыкант. А поджог ресторана, зачем? Ну, все-таки блокбастер снимаем, что там? Действительно. Вот ради этого и стоит снимать российское кино. Фотография начала. Первая смена. А что за вспышка? Я оплодить на вспышку не буду. Не буду. Есть люди с такими мышцами, что в голове не укладывается. Юлечка, я вернулся с работы пораньше. Ты где? Как он пораньше-то вернулся? Что делать-то, а? Прячься, прячься, под кровать давай. Залазь под кровать, быстрее. Молчи, сиди. Залазь быстрее. Вот, все. Блин, видно? Вылазь. Вылазь быстрее. Давай в шкаф. В шкаф. Иди сюда. Все, сиди, молчи. Что делать-то? Давай, он мою маму никогда не видел. Скажем, что ты моя мама, Валентина Александровна. Иди в мою одежду, бери там. Юлечка! Да-да, славочка! Ты где? Я тебя найти не могу. Я в спальне. А-а-а. А ты почему так рано? Да, я сейчас всегда так буду рано с работы приходить. Мне врачи пить запретили. А-а-а. Юля, ты где? Я в спальне. Иду. Похоже. Скажем, что ты, мама моя, Валентина Александровна, приехала из верхней пышмы. Фу, я кое-как нашел вообще. Ой. Здравствуйте, а это кто? Это мама моя, Валентина Александровна, приехала из верхней пышмы погостить к нам. А-а. Да. Ой, как-то неожиданно так. А-а. Надолго вы к нам, Валентина Александровна? Она уже уезжает, все, уходит. Как уходит? А мы вас никуда не отпустим. Нет, вы что, вы только приехали, вы уж и сидите. И, пожалуйста, Юля, а ты мне не говорила, что у тебя мама занимается? Я и сама не знала. А-а. Я из пышмы, когда уехала, ей, видимо, скучно стало. Она огородом занялась. И сколько у вас гектаров огород? Огород небольшой, там просто грунт твердый. А-а. Ну, судя по маме, грунт-то скальный. Вы, видимо, Валентина Александровна картошку прямо в скалу вкручиваете. Слава, эта мама качается. А-а. А как это? В спортзале. Да? А-а. Э-э, по-пенсионному. А-а. Им в кышме пенсию не платят. У них все пенсионеры в спортзал ходят по-пенсионному. И много у вас таких пенсионеров? Два. М-м-м. Второй менее рельефный. Ясно. Юля, можно тебя на секундочку? Ты мне, конечно, извини, мне очень неудобно, но я у твоей мамы грудь вижу. СМЕХ И она шевелится. Нет, может, для пышмы это нормально, но можете что-то надеть там. Я ей сейчас что-нибудь свое дам. А почему свое-то? А где мамина? А мама налегке приехала. Ну, мама, иди что-нибудь там. Возьми мое. В смысле, как налегке? Вообще без всего? Вот так? Ну, Слава, это же Москва. Тут все можно купить. Не, ну можно купить, но не на твою же маму. На твою маму лучше шить. На каком-нибудь танковом заводе. Ну, хорошо. Мама, ты как дела? Ну, все. Вот. Ну, что, так лучше? Ну, маме явно лучше. А мне что-то нехорошо. Мне надо сесть. Да, вы меня извините, Валентина Александровна, я вас почему-то по-другому представлял. Нет, для 70-летней вы выглядите очень даже хорошо, а для женщины очень плохо. У вас что, в пышме водородную бомбу испытали? Слава. Ну, это гормональный скачок. Ага. Ну, тут, видимо, за всю пышму скакануло. Аж бороду выдавило. Я теперь начинаю понимать, почему от вас папа ушел. Присаживайтесь, Валентина Александровна. Ну, рассказывайте, как там у вас дела в пышме. Слава, что ты привязался к маме? Мама с дороги, мама устала. Я вообще плохо понимаю, от чего такая мама может устать. Мама с поезда? Ну, так она же ему не толкала. Ну, хотя, даже если толкала, она бы не устала. Ладно, что я все тут болтаю да болтаю. Давай на стол собирай, колбаску там режь. Мама не ест колбаску, она только протеиновый коктейль пьет. А, ну ладно, я тогда в какой-нибудь качкомагазин. За вот этим, что вы сказали, давайте. Вы пока тут бокальчики собирайте. Иди на балкон, на балкон иди. Он уснет ночью, я тебя выпущу. Мама? Рома? Мама, Рома? Юля, представляешь, иду сейчас из магазина, а возле нашего подъезда балкон наш лежит. А на нем твоя мама стоит. Извините, Валентина Александровна, что испытываем вас неудобство терпеть. Пожалуйста, ваш, вот то, что вы просили, вот там мяша какая-то. Давайте, я хочу сказать тост. Юлечка, пожалуйста. Вы знаете, существует мнение, что если хочешь увидеть, как будет выглядеть твоя жена через 40 лет, посмотри на ее мать. Я хочу сказать, что это все ерунда. Потому что если любишь по-настоящему, тебе не важно, как будет выглядеть твой любимый человек через 40 лет. Самое главное, чтобы он всегда был с тобою рядом. Хотя, что я себя утешаю? Юля, прощай. Тетя Валя, не провожайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова